Всем привет, это Просто Ремонт, я Ксюша и наш первый выпуск в 2021 году. Надеюсь, все уже все отпраздновали и готовы слушать полезную пользу, потому что сегодня я хочу вам рассказать про потолки, про низкие потолки. Это такая очень частая проблема, которая возникает в квартирах. В общем, давайте разбираться, как их сделать выше. Итак, основное, как нам сделать потолки повыше. Ну, я не буду уходить в то, что выбираете изначально квартиры с высокими потолками, обращайте внимание на высоту потолков при выборе квартиры, это да, это, конечно, все очень важно. Но вот, допустим, у вас уже есть квартира, и потолки в ней существуют, уже есть определенные границы. Так вот, зачастую, чтобы сделать потолки выше, мы идем по пути их незанижения. То есть у нас есть в любом случае плита перекрытия, то есть некий черновой пол, у нас есть некий черновой потолок. То есть физически раздвинуть мы их не можем, то есть мы не можем прорубиться к соседям. Значит, мы стараемся минимизировать уменьшение. Поэтому первое и основное, что мы должны делать, это считать каждый, не то что даже сантиметр, а миллиметр. То есть когда мы думаем, какой сделать потолок, какой сделать пол, считаем все. Не только толщину финишного покрытия, а толщину всех пирогов. Потому что вы не представляете, сколько сантиметров вот у нас набегает и сверху, и снизу. То есть снизу это подливки, подложки, фанеры, паркеты. Когда мы начинаем все, повторюсь, считать, то там может набежать приличное количество сантиметров. И то же самое с потолком. У нас есть не только толщина гипрока или пленки натяжного потолка, у нас есть направляющие. Направляющими мы приживаемся к самой низкой точке. То есть если у нас там разведена, допустим, вентиляция, электрика, тоже мы не можем прижаться непосредственно к потолку, мы опускаемся еще ниже. То есть мы максимально считаем все опуски. Дальше, как еще физически занизить потолки минимально? Так или иначе, в очень многих квартирах есть вещи, которые потолки занижают достаточно сильно. Ну, например, те же трубы вентиляции. Нам важно постараться их разместить где-то, где у нас будет мебель. То есть если у нас есть труба вентиляции, и она будет идти там же, где у нас на плане расположен шкаф, то, по сути, эта труба вентиляции, она у нас не занизит потолок, она просто будет идти в антресолях шкафа. То есть серединка у нас останется более высокой, а все трубы, какие-то разводки, занижающие потолок элементы, мы располагаем в шкафах, ну, либо в коробах. Но вот если короб у нас часто воспринимается заниженным потолком, то шкаф – это просто шкаф, шкаф, потолок. И это, на самом деле, очень хитрый прием. У нас были такие проекты, когда мы короб вентиляции зашивали теми же фасадами, что и верхние шкафы кухни. И всем казалось, что это просто кухня до потолка выдавала в этой ситуации настолько то, что у нас светильники были очень рядом, и нам там многие писали, что типа как же так будут открываться верхние шкафчики. Никак не будут, потому что это не шкафчики, а это просто зашитые в фасады короб вентиляции. То же самое можно делать и с шкафами, ну, обычными платяными, и вообще с любыми элементами. То есть постарайтесь занижающий потолок элементы отнести не к потолку, а к какой-то мебели, расположенной у стен. Прижимайте их как можно сильнее к стенам, и тогда серединка у вас останется максимально высокой. Это все касается возможности сделать потолок выше, ну, или не занизить, да, физической. То есть когда мы физически делаем потолок там той или иной высоты, меняем высоту потолка. Но есть еще способы визуальные. И тут часто мы где-то видим такие советы, типа делайте вертикальные полосочки, я не знаю, делайте белый потолок, он завышает, делайте там, не делайте темный потолок, он занижает. Или там даже что, типа, делайте зеркальный потолок, он якобы увеличивает пространство, что тоже является ошибкой. Давайте рассмотрим визуальные способы сделать потолок выше. Итак, что мы делаем? Смотрите, когда мы пытаемся что-то скрыть, ну, не в интерьере, а, скажем так, ну, в обычной жизни, да, мы что делаем? Мы стараемся не привлекать к этому внимание, а привлекать внимание, наоборот, к достоинствам. Когда мы читаем советы для девочек, ну, типа, как скорректировать фигуру с помощью одежды, нам там советуют, что, типа, если у вас, там, попа красивая, привлекайте внимание к попе, и, там, не привлекайте внимание, там, к тем частям тела, которые вам не нравятся, да, и все такие, там обтянем, там сделаем посвободнее, и все советы стилистов плюс-минус идут в эту сторону. Все то же самое работает и в интерьере. То есть, если у нас низкий потолок, что нам нужно сделать? Нам важно не привлекать к этому низкому потолку внимание. Ну, как мы не привлекаем внимание, там, я не знаю, там, у кого-то уши оттопыренные, у кого-то, там, попа не такая, еще что-то не такое, ну, все мы, девочки, про это знаем. Хотя она смотрит еще и мальчики. Ну, не важно. Я думаю, мысль моя понятна. То же самое и с потолками. Мы стараемся не привлекать к нему внимания. Что у нас привлекает внимание? Я не знаю, по-моему, отдельного выпуска про это не было. Если вы попросите, мы сделаем такую более сложную информацию про то, как расставлять акценты в интерьере, как, скажем так, отвлекать или привлекать внимание, ну, по-простому. Привлекать внимание у нас контраст. То есть, когда у нас просто что-то такое беленькое, вяленькое, это не вызывает такого всплеска внимания. Если у нас все такое беленькое, серенькое, непонятненькое, и у нас там, бац, что-то салатовое, да, или что-то такое яркое, контрастное, черно-белое, все-таки, блин, сразу взгляд на это обращает внимание. Как это работает с потолками? Если, допустим, у нас потолок белый, стена белая, и мы сделаем ярко-красный карниз, мы практически начертим линию, которая обозначит высоту потолка. То есть, вы зайдете в комнату и увидите, потолок у нас тут, высота потолка у нас такая. Ну, красный карниз – это такой очень контрастный пример, вряд ли кто-то так делает, да, хотя, мало ли, почему нет. Но это такой очень понятный пример. Что дает у нас еще линию? Линию у нас дает контраст. То есть, если у нас, допустим, есть черное и белое, мы контраст считываем линией. Очень много примеров, как это работает. Знаете, есть даже часы такие, где у нас время показывает не стрелка, а просто из границы цветов. Там перемещается как-то циферблат, и по границе разных цветов мы считываем, где, собственно говоря, у нас время, стрелка. Соответственно, контраст нам дает линию. Поэтому, если у нас потолок даже белый, как будто бы увеличивающий высоту потолка, ну, стена, допустим, там, ну, черная, ярко-зеленая, темно-синяя, темно-синяя стены сейчас очень популярны в качестве акцентных, это тоже дает нам линию. То есть, мы заходим и прямо видим, вот у нас идет синяя, потом бац-белая. Этот контраст считывается, и это практически, знаете, такая надпись. Высота потолков такая-то. Если у нас еще рядом есть что-то, с чего мы можем считать масштаб, то есть, высота которых для нас привычна, допустим, там, модульность каких-то кухонных шкафов, стандартная высота рабочего стола, которая неизменна, и какие-то другие предметы, по которым мы четко понимаем высоту у нас. Глаз, как правило, считывает размер, ну, рядом с чем-то. На этом часто основаны вот эти вот оптические иллюзии, да, всякие сейчас модные какие-то там комнаты с иллюзиями и прочее-прочее, когда у нас что-то супермаленькое, ну, то есть, то, что глаз привык видеть определенного размера, это сделано в уменьшенном масштабе, и человек, который рядом с этим встает, кажется больше. Я думаю, что все прекрасно понимают, как это работает. В таком случае, да, мы практически четко обозначаем высоту потолка. Чтобы нам эту границу стереть, что нам нужно сделать? Нам нужно избавиться от этого контраста. То есть, если у нас потолок белый и стена тоже белая, откуда вот это вот берется, что белые потолки увеличивают высоту потолка, то мы эту границу не считываем. При этом, как правило, в чисто белых комнатах, да, там, со светлыми стенами, белыми потолками, стоит, ну, присутствует какая-то более темная мебель или какие-то другие яркие акценты, да, и мы, глаз, как бы автоматически считывает именно этот акцент. Вот. Но, если у вас стена синяя, то избавиться от контраста можно, не только избавившись от этой синей, там, какой-то яркой стены, но и сделав потолок тоже темным в цвет, то есть избавиться от этого контраста. Поэтому темный потолок, он не занижает высоту потолка. Он занижает в том случае, если есть контраст со стеной. Если вы целиком и полностью закатаете каким-то одним цветом стену и потолок, то у вас граница тоже потеряется. И если при этом вы еще сместите акцент на что-то другое, я не знаю, там, салатовую подушку, ярко-красный диван или что-то еще, то вы действительно потеряете эту границу потолка. Вы также можете сместить эту границу, чуть опустив, там, карниз или сделав какой-то молдинг. То есть, грубо говоря, у вас граница потолка и стены, она в один цвет, она как бы сглажена, ее нет, причем она может быть даже физически быть сглажена, а потом молдинг идет чуть ниже. И психологически получается какой эффект? У вас идет стена-стена-стена, потом ты понимаешь, да, какой-то молдинг, потом вроде бы стена продолжается, а где она там продолжается, непонятно где. Все, акцент смещен, и это работает. Да, я понимаю, что, наверное, такое решение, как красить все там в один серый, один синий, такой вот, ну, достаточно сложный и не всем понятный. Не обязательно идти таким путем, можно и играть на оттенках. Допустим, стена у вас там бежевенькая, потолок тоже бежевенький, но не в цвет в цвет, а такой чуть светлее. Поэтому не бойтесь делать не белые потолки, это действительно работает. Глянцевые потолки. Почему они не увеличивают пространство? Вообще, почему зеркало не увеличивает пространство, или, вернее, не всегда увеличивает пространство? Смотрите, зеркало, оно автоматом не увеличивает пространство, оно умножает на два. То есть зеркало – это такой умножитель на два в интерьере. Оно просто отражает то, что у вас уже есть. То есть откуда взялась вот эта история с увеличением пространства с помощью зеркала? То есть если у нас есть комната, мы ставим зеркало, у нас получается как будто бы две комнаты. Ну, или такая одна большая, очень симметричная комната. Если у нас есть коридор, мы ставим зеркало по длинной стороне, у нас получается, что коридор в два раза шире. Если ставим по короткой стороне, он получается в два раза длиннее. Вроде понятно, как это все работает. Но очень часто у нас это не идеальный вылезанный интерьер, не идеально такой гармоничный, Который у нас при зеркальном отражении становится вот таким вот в два раза более просторным А зачастую у нас есть, ну скажем таки, такой некий бардак И очень-очень часто случаются как бы ситуации, когда в прихожей люди хотят как бы увеличить количество объема, количество коридора А по факту в этой же прихожей находятся какие-то куртки, какие-то накиданные ботинки, прислоненные лыжи, куча-куча всего И что у нас получается? У нас увеличивается в два раза не пространство, а количество бардака То же самое история и с потолками То есть мы хотим как бы увеличить это все, но понимаете, когда у нас помещение увеличится в два раза То есть была одна комната и бац, появилась симметрично точно такая же Это как бы психологически воспринимается, ну в общем-то так, достаточно нормально, да? Ну подумаешь, симметричная комната, симметрия в дизайне, в архитектуре, она бывает, она воспринимается, повторюсь, нормально Когда у нас отражается пол на потолке, получается такой дом-перевертыш То есть у нас идет пол, стены, и потом почему-то стены продолжаются еще выше, и на потолке оказывается пол То есть иллюзия-то получается такая, ну реально это же странненько, то есть действительно какая-то очень странная история Окей, если мы не берем не прямо-таки отражение зеркала, а какую-то отражающую поверхность, например, глянцевый натяжной потолок Что происходит? Смотрите, зеркало, как мы уже говорим, да, оно не имеет цвета, оно цвета того, что оно отражает То есть если оно отражает ботинки, то это, по сути дела, там вторая экспозиция с ботинками Если оно отражает красивый интерьер, то это второй красивый интерьер А зеркальная поверхность или отражающая поверхность на потолке отражает что? Пол Пол у нас, как правило, не белого цвета То есть редко у нас, наверное, встречаются интерьеры, когда у нас идеально белый пол, все идеально белая мебель Там, да, возможно, глянцевый белый потолок сработает достаточно неплохо, хотя тоже не факт Так у нас получается пол какой-нибудь там, ну условно бежевенький, у кого-то даже темно-коричневый И потолок у нас каким становится? Не белым, а темным Поэтому в большинстве случаев, в реальных примерах, глянцевый потолок становится, наоборот, более темным и, наоборот, более таким прижимистым Причем не тем правильным темным, который в цвет стен, как вот я говорила ранее в примерах А тем темным, который вообще непонятно почему появился Ну и последнее, о чем я уже сказала, да, это о том, что вы в интерьере можете смещать акценты То есть если, допустим, у вас действительно низкий потолок, и вы как могли это все сгладили впечатление Чтобы, ну, взгляд не считывал вот этой вот четкой линии, смотрите, там у нас вот потолок 2,52, да, там четко и понятно Вот, вы можете еще в дополнение к этому действительно смесить акценты То есть когда у вас общий интерьер нейтральный, когда у вас интерьер такая нейтральная коробочка И при этом есть какой-то ярко-красный там, ярко, неважно какой, привлекающий внимание акцент Тогда да, заходя в это помещение, этот акцент автоматически приковывает взгляд И вы уже не считываете высоту этого потолка, и этот прием тоже работает Есть такая еще история, как, скажем, такой психологический акцент То есть, смотрите, если сделать потолок какой-то серый, стерые стены, все какое-то такое равномерное Все, в принципе, к этому уже привыкли И к темным потолкам, на самом деле, люди, в принципе, привыкли Я думаю, вы многие были в кафе, ресторанах, где потолок целиком и полностью закатан в черный И вы такие заходите, ну, вряд ли кто-то из вас заходит, такой Нифига себе черный потолок, вау, это вообще новаторская идея Я думаю, большинство из вас ходит, ну, зашли в ресторан, ну, черный потолок и черный Вы даже на него внимания особо не обращаете, да? Тем не менее, в обычной квартире черный потолок привлечет внимание намного больше Ну, потому что это такая более непривычная история Типа, фига себе, они сделали черный потолок, как так? Ну, типа, он вызывает, он привлекает к себе внимание просто своим решением И заставляет о нем думать, да, и как-то анализировать ситуацию Поэтому, наверное, в квартирах, да, лучше работает какой-то светлый тон Когда взгляд не считывает его именно как темный Какие-то все равномерно серым, равномерно бежевым И смещение акцентов, там, повторюсь, в сто тысяч миллионный раз Красный, салатовый, желтый диван или что-то еще Какое-то нестандартное решение, которое привлекает внимание Психологически, типа, фига себе, желтый диван Или, я не знаю, какая-нибудь такая вот хитро вывернутая штуковина Которая привлечет к себе внимание и отвлечет внимание от потолка Вот так вот, все просто, работает не только с потолками, а вообще со всем на свете Вот, и это действительно хороший способ визуально Или, как я в самом начале упомянула, физически Сделать потолки ваши максимально высокими Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки Нам тут даже в инстаграме уже писали, что, типа, напоминайте в ютубе Чтобы ставили лайки, иначе мы просто забываем Вот, подписывайтесь на наш канал Сохраняйте вот эти все колокольчики В общем, давайте максимум нам обратной связи Чтобы мы росли, развивались и снимали вам больше выпусков Увидимся в следующем выпуске Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok